что такое сицилия это ну как бы как стать капитаном страна о том как стать капитаном и о жизни и капитала рагуза кафедрале де сан-жованни батисто кафедральный собор и иоанна крестителя он же есть храм норм а 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 одних из тих архитектурных памятников Суцилии, которые относятся к образцам суцилийского порога. Здесь мы обратили свое внимание на хьеза Ди Сан-Живани Евангелистов, церковь Святого Иоанна Богослова, где узнали намного больше, чем ожидали. Вместо этих, вместо пиратских, этих два ключа. Ну вот, это Иисус и корабль одно и то же. С шип читается и в эту сторону Иисуса Христоса. Это храм, как бы состояние умной династии. То есть, смотрите, вот это те, кто правит, да, с ключами, видите, это, а это фармазоны, знающие люди. А их соединяет, видите, что… нет, вот смотри, там уже написано Мария, то есть Дрофа. Их соединяет Дрофа. И вот оно, которое их объединяет. Он Дух Святой, видите, Он над ними стоит. То есть, соединяет тех, кто правит, тех, кто правит. То есть, два типа людей определяют. Помните, в «Корабельном Боге» было сказано, что есть те, кто смотрят за порядком, вот они с ключами стоят, с царской короной, и те, кто управляет людьми. То есть, вот, знающие люди, а это книжники. Ну, это вот как раз те, кто стоят над… Вот, видишь, книга? У него в руках… Да, книжник. А это… Да, это вот как раз знающие люди слева. Вот. А посередине? А посередине голубь – это Дух Святой. А здесь Мария написана Дрофа. То есть, Дрофа, она… Ее существование невозможно без двух типов людей. Те, кто ее создает, да, и те, кто в ней управляет. И смысл этого храма, смысл этого храма в том, что без наличия этих двух людей, как бы, Дрофа нет. То есть, должны быть знающие люди. Вот. Книжники – это очень высокий уровень для тех, кто храмы, ну, как бы, строили. Как бы, как книги, да? А это те, кто учили книжников. Вот. Посмотрите свои… Вот это… Видите, вот эти храмы… Ну, тут написано, храм нарисован, окутанный этим. Ну, два ключа, видите? Такая башня, да? С крестом. Это, вот, как бы, те, как раз, товарищи, которые… Вот это все… Ну, основатели этого всего. То есть, те, кто полнодиапазонными технологиями контролируются все сверху вниз. А это те, кто объясняет. То есть, те, кто знает, что это такое. То есть, по сути, их неоставленники. Вы, когда говорили «десятые технологии», помните? Те, кто в ложе, ну, стоят за ширмой. Помните? Угу. И те, кто показывают, как бы, народу, которые, как бы, объясняют. Да, это не тало, они, они не примеры для продажа. Нет. Это как раз те, кто потом стали бизнесменами. Те, кто справа, а эти так и остались за ширмой. Здесь, видите, как бы, вот, как раз эти ключи с механизмами реализации, видите? Ключи с механизмами реализации, механизмы реализации над ключами, видите, стоят. Весь храм такой. То есть, механизм реализации выше ключевого подхода. То есть, инструментальный выше ключевого. Ну, так и есть. И два других подхода. Угу. Тут же, видите, как? Одни механизмы реализации более высокого порядка. Механизмы реализации более низкого порядка, ключи, ключевая система, как сердце, и два аксельбанта. Видите? Угу. Какой висит. Это, как бы, по сути своей форма, по сути своей форма. Ну, вообще, я бы так сказал, классификация инструментария. Форма классификации инструментария, она здесь, как бы, нанесована. То есть, я говорю, что это первое. И вот два типа, как бы, товарищей. Тех, кто все это создали, и тех, кто ихними вставленниками являются. Смотрящими. Нет. Да, кстати, вот это хорошая идея. Мне она нравится. Насчет якоря. Вот первый период без деградации. А вот второй период без деградации. А в середине их ран, как бы, постаменты. Вот и получается. Вот оно, отвечение. Правда. Вот оно, с правой стороны. У тебя выполнение долга. А вот соответствие. Вот постамент. Полностью. В полном объеме. В линию построен, видишь? Здесь вот уже. Можно посмотреть, он пишет. Вижу. Правда. Иash. пиратский храм чисто и звезды корабельные вижу звезда корабельная на этом розовое чисто пиратских как пиратский тогда как бы не братьев осама у них также брать вот их сюда не пускают они в они здесь исповедуются осамовский храм такая же как и фрау с роза ветров и правды перекрещенный жирный как бы храм вообще шпага герб да да роза ветров наверху и правда да да пиратский очень пиратских нам рейхидыч я первый раз видел это вот дядя розынгрессовский крест на груди был а вот а что кто сечет их но это же то что у храмов розынгрессеров не тогда хух в храме осамов помнишь в этом храма сонов у них же тоже вот у них то есть исповедание вот здесь ему здесь на колени кстати даже в храм не пускают то есть подводя на поле итог я хочу сказать что большое спасибо олегу викторовичу что что за эти два дня проведена такая работа что оцените и я думаю что и оценка этой работы будет на много-много-много много лет еще вперед потому что такой пласт информации который был собран воедино это оценить вот так просто одним интервью это невозможно а а а а а Продолжение следует...